Устанете, заснете, запутаетесь, бросите все и вернетесь к первому способу. Как перестать тревожиться? Давайте попробуем разобраться, почему же вы тревожитесь? Есть несколько причин тревоги. Самое печальное и сложное, это у вас есть предрасположенность к высокому уровню тревоги. Она генетически заложена у вас. Это самый сложный вариант, когда генетически заложены высокие уровни тревожности. Это связано с определенными, так скажем, вашими особенностями развития. Бывает, что у людей просто высокий уровень кортизола или такая особенность нервной системы. Потому что нервная система у нас разная, она отличается. Чем отличается нервная система? Она бывает медленно возбудимая и бывает быстро возбудимая. То есть это характеризует время прохождения сигнала по нервной системе. Бывает какое-то событие, какой-то стимул и человек реагирует на это быстро. Это можно измерить, то есть это делают нейрофизиологи. Они измеряют время реакции нервной системы на прохождение сигнала по нервным путям. Есть медленное, есть быстрое. Поэтому если человека напугали, что-то, кто-то и быстро возбудился. А есть люди, которые такие, испугались чуть попозже. Это одно из свойств нервной системы. Но система нервная также может, у нее она может быстро успокаиваться, а может медленно успокаиваться. То есть это характеристики гашения нервной системы. Гашение сигналов, возбуждение нервной системы. У кого-то может быть быстрое гашение возбуждения нервной системы, а у кого-то медленное. Как правило, генетически так, ну гендерно так, что у мужчин гашение нервной системы у них происходит быстрее, чем у женщин. В чем это выражается? Ну то есть если какое-то событие произошло, то мужчина на него это повлияло, а через некоторое время он успокоился. То есть нервная система пришла в спокойное состояние. А у женщин нет. Часто. Я не говорю у всех. Есть групповые различия, есть индивидуальные. Внутри каждой группы есть индивидуальные. Есть женщины, которые у них там что-то мужчина сказал, у них нервная система возбудилась. У них есть сигнал по нервной системе, и он двигается, 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 двигается. А у них еще есть свойство накручивать, усиливать свой сигнал. Двигается, двигается, двигается. Поэтому вас что-то испугало, тревожило. Мужчина сказал, мужчина что-то подумал, сказал, окей, все, мы эту проблему решим. И забыл. А женщина нет. Она все думает, думает, а еще, еще накручивает, накручивает, накручивает. Понимаете, да? Вот у вас может быть, первая причина генетическая, у вас может быть нервная система, возбудимая, которая обладает медленным свойством медленно гасить сигналы. И поэтому вы, что-то вас испугало и тревога очень долго в нервной системе, этот импульс очень долго в нервной системе живет. Вот. Бывает такое. Это первая причина. То есть генетически вы предрасположены больше тревожца. Высокий уровень кортизола просто вот, ну у кого-то есть гормоны, да, у кого-то есть более высокий уровень тестостерона, у кого-то более низкий. У кого-то, у женщин более высокий уровень эстрогена, гладкая кожа, классные, хорошие волосы, мягкий характер, такой склонность, естественная любовь к детям. Это высокий уровень эстрогена. Такие женщины, их сразу видно, то есть она идет и самцы раз на нее сразу оборачиваются. Высокий уровень эстрогена. Инстинктивно мужчины чувствуют. То же самое у женщины. Мужчина может быть широкоплечий, у него может быть низкий голос, он может быть уверенным в себе, даже слегка таким наглым, таким, говорит вот так, вот так вот говорит он может быть. Он очень самоуверенный и ведет себя очень харизматично. И сразу же у него еще подбородок такой, выдающийся, вот такое развитие костей, подбородка и плеч, отвечает тестостерон. Это означает, что высокий уровень тестостерона, да. А мужчина может быть таким крупным. Но говорить вот таким голосом может быть, да. Потому что тестостерон влияет на связки голоса, когда мальчики взрослеют, у них голоса ломаются, они становятся ниже. Почему голоса становится ниже? Потому что тестостерон в это время вырабатывается, половое созревание. Поэтому мужской голос становится более низким, грубым, характерным для мужчин. Но если вы разговариваете с мужчином, пускай даже он вот такого, ну крупного размера, но если у него такой голос, он не создает впечатление мужественного человека, да? Правильно? Правильно. А такой мужчина создает, когда он говорит низким, да еще спокойным, размеренным голосом, да на вас еще и смотрит. Тогда вы чувствуете какое-то волнение в животе или может быть даже чуть ниже. Понимаете? Да. Разный уровень гормона. И поэтому кортизол, гормон тревожности, у вас может быть просто генетически высокий. Какая вторая причина может быть? Дальше уже такая, скажем, психологическая причина воспитательная. Возможно, в раннем детстве вы подверглись стрессу. И когда формировался ваш мозг и психическое отношение к внешнему миру, оно сформировалось по тревожному типу. Это зависело от ситуации в вашем рождении, особенно первый год жизни. В дальнейшем ситуация отношения ваших родителей, вашего собственного здоровья. Ну, например, ребенок родился, его забрали у мамы, отделили его от матери. И он там какое-то время, 3 часа без матери существует. У ребенка есть инстинкт. У каждого млекопитающего, маленького детеныша, он рождается уже с рожденным инстинктом. Мама должна быть рядом. Если мамы нету, значит я в опасности. И он реагирует очень просто. Он по запаху ориентируется, младенец. Он слышит запах молока, мама узнает. И по теплу. То есть, есть инстинкт у ребенка. Если его прижимает к теплому, он слышит запах молока, он начинает сосать. Для тех, кто считает, что у нас нет инстинктов, вот вам наглядный пример. Если этого нет, ребенок начинает кричать. И кричит до тех пор, пока его мама не возьмет. Правильно? Все мамы это знают. Конечно, могут быть и другие причины, по которым ребенок кричит. Но в основном он испугался. Мамы нет рядом. Мама есть рядом, успокоился. Так вот, бывает так, что, особенно раньше, не приносят детей роженицам. По каким-то причинам. Мама больна или ребенок болен ему нужно. И он там кричит, он тревожится. У мозга, который формируется у ребенка, возникает установка. Этот мир небезопасный. То есть, здесь меня могут легко оставить. И поэтому возникает уровень тревоги. В целом, отношения к миру формируются. Это же отношение к миру может формироваться и в ходе развития в детстве. Например, мама или, предположим, отец очень авторитарный. Или алкоголик. Очень часто тревожные женщины мне попадаются, когда у них папа был таким авторитарным, да еще и алкоголиком. То есть, у него такое очень биполярное отношение. Он, когда приходит пьяным, например, любит, когда трезвый, суровый. Или наоборот, когда напьется, он очень агрессивный. И поэтому ребенок постоянно боится, что папа придет пьяный, будет кричать, бить маму. Или там, то есть, будет угрожать. И у ребенка развивается тревожность. Он воспринимает этот мир, воспринимает отношения близких людей, как угрожающие. Вот возникает тревога. Это психологический причина. Другая причина психологическая. Это сложности с расстройством психики уже в зрелом возрасте. Ну, каждый из нас встречается со стрессовыми ситуациями. То есть, с теми, которые пугают. Ну, у нас пандемия, например. Есть угроза смерти, заболеть. Может быть, угроза смерти и болезни нашим близким. Что-то благополучие изменится. Совершенно естественно это бояться. Совершенно естественно тревожиться. Но если человек не умеет избавляться от тревоги, если ситуация не позволяет ему постоянно сбрасывать эту тревогу, освобождаться от нее, то эта тревога накапливается. Она накапливается сначала в виде напряжения в нервной системе, потом начинает распределяться нервы. Нервы же являются проводниками двигательной активности, мышечной активности. Поэтому передается постепенно, это напряжение формируется и в мускулатуре, в том числе. Как в гладкой мускулатуре, в глубокой мускулатуре, так и в скелетной мускулатуре может формироваться. Из-за этого это один из путей развития психосоматических заболеваний. Поэтому вот такая тревога, причина, что человек не умеет избавляться от тревоги, поэтому тревога внутри накопилась. Можно избавиться от нее на сеансе психотерапии, прийти к коматологу в центр психологической поддержки. Но вы же знаете, что у меня есть центр психологической поддержки. Там есть мои ученицы, которые могут помочь вам избавиться от тревоги. Они могут вам помочь определить, эта тревога какую имеет причину. Генетическую, психологическую или стрессовую причину. И могут вам помочь избавиться. В тех случаях, в которых можно избавиться от генетической тревоги, можно ее компенсировать. Если у вас вы предрасположены генетически, можно ее компенсировать, то есть добавить больше радости. Но вы всегда будете, знаете, такие как бы немножко эмоциональные, как инвалиды, можно сказать, или люди с ограниченными возможностями. То есть вам всегда нужен будет костылек какой-то. Но это нормально. Ну что ж, мы не выбирали так. Если вы приобрели психологическую тревогу, по психологической причине, либо по стрессовой, от них можно избавиться, если вы захотите. Конечно. Вот. Вот эта внутренняя тревога, накопленная тревога, может в дальнейшем привести, то есть вы запускаете, как любая болезнь, вот есть болезнь, у вас начинает болеть желудок. Вы там употребляете алкоголь, употребляете острое. Начинает воспаляться слизистая оболочка желудка или там двенадцатиперстной кишки. Вы со временем, вы игнорируете, что у вас есть изжога по утрам, по утрам изжога, после еды, какие-то чувства скованности, болезни. Со временем развивается гастрит. А если вы будете продолжать игнорировать это, выпивать обезболивающие таблетки, какие-то мезинфорте, то гастрит перерастет куда? В язву. Ну, хорошо бы, если бы язва потом не переросла в злокачественные какие-нибудь образования, что совсем печально. То же самое с точки зрения нервов. У вас есть тревога, есть какая-то проблема психологическая, вы ее игнорируете, запиваете или заедаете сладким, расслабляетесь, смотрите сериал или пытаетесь каким-то образом избавиться от нее. Она копится, 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 перерастает качественно в другое расстройство, более серьезное в заболевании. Это может быть генерализированное тревожное расстройство. Генерализированное тревожное расстройство, значит, общее такое тревожное, это общее состояние тревоги. Человек тревожится по любому поводу. То есть, это означает, его психика накопила столько тревоги, что он уже не может существовать без нее. Поэтому этот человек тревожится вообще все время. Что же делать, вы меня спросите? Ну, смотрите, обычно такая проблема, как и со здоровьем. Нужно идти к специалистам. Если у вас заболел желудок, если вам лень читать медицинскую энциклопедию и учебники по гастроэнтерологии, вы не хотите проходить обучение на гастроэнтеролога ординатуру и изучать все это на практике, то это самый легкий способ, вместо того, чтобы читать какие-нибудь статейки в интернете и ставить себе диагнозы по статейкам, вы идете к специалисту. Вы идете к поликлинику, к гастроэнтерологу, и он говорит, милая, у вас язва 12-перстной кишки, вот вам диета, вот вам лекарства, приходите в следующий раз, я обещаю, вам будет легче. Правильно? Правильно. То же самое, если у вас есть проблемы с психикой. Ну, у вас есть несколько вариантов. Первый вариант. Почитать статью в интернете. Вторая. Послушать прямой эфир психолога Александра Шахова в надежде, что он сейчас расскажет вам волшебную таблетку, пилюльку, которую вы примете, и сразу у вас все пройдет. Ну, хорошо. Вы хотели волшебную пилюльку? Держите. Ну, я вам физически не могу дать ее, поэтому держите. Есть волшебное слово. Называется «трах тебе дох». Что нужно сделать? Нужно найти вполне симпатичного, за 40 мужчину, желательно психолога. И вот где-то у мужчины, у психологов, где-то старше 40, начинает растать борода. И вот в этой бороде, вот в волосках содержится как раз лекарство от всех психологических болезней. Вам нужно попросить будет выдернуть волосок, только добровольно. Нельзя подходить к психологам и дергать их за бороду в надежде получить пилюльку. Только добровольно. Он должен выдернуть волосок из бороды и сказать «трах тебе дух», «трах тебе дах», и тогда ваше генерализированное тревожное расстройство пропадет. Это второй способ. Искать ответ в интернете, надеяться на легкие способы. Третий – это начать читать книжки. Вначале вы будете читать популярных психологов, потом непопулярных психологов, то есть академических психологов. Устанете, заснете, запутаетесь, бросите все и вернетесь к первому способу. Будете читать «Лайфхакер», где, конечно, никакого решения нет. Третий способ – вы пойдете к специалисту, к эматологу, к психологу, на курс психологической психотерапии, например, курс «Женская самооценка», где я вас обучаю работать, чтобы вы смогли справляться с этим самостоятельно. Конечно, там есть терапия, где я вам помогу, с помощью терапевтических практик, помогаю вам справляться с тревогой. Ну а также учу вас тому, чтобы тревогу снова на себя не цеплять. Вот три простых способа, как решить эту проблему, как перестать тревожиться.